Карачаево-Черкесия В Карачаево-Черкесию собрали гуманитарные грузы военнослужащим 34-й мотострелковой бригады. Кубок защитников Отечества спортивный турнир сегодня стартует в Ставрополе. Карачаево-Черкесию представляет команда из семи ветеранов СВО. Здравствуйте на телеканале Россия 24, Вести, Карачаево-Черкесия. Карачаево-Черкесию посетил председатель управления мусульман Кавказа Накануне глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов встречал его в аэропорту «Минеральные воды» и делегацию из Азербайджана. Они приехали, чтобы лично выразить соболезнования родным и близким уважаемого муфтия Исмаила Хаджи Бердиева. Благодаря такому тесному взаимодействию, взвешенной созидательной позиции религиозных лидеров только крепнут отношения, согласия и взаимной поддержки между народами нашей Родины, России и Азербайджана. Считаю, что укрепление духовной связи между мусульманами наших республик и представителями других конфессий, особенно в условиях современных вызовов, является важной совместной задачей и органов государственной власти и религиозных лидеров, отметил глава республики. Также накануне Рашид Тимрезов провел рабочее совещание с главами муниципальных городов и районов республики с участием мусульманского духовенства. Прежде всего, присутствующие почтили память муфтия Крачева-Черкесии, председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаила Хаджи Бердиева. Он навсегда останется в наших сердцах человеком, который сделал очень много для укрепления исламских ценностей, гражданского согласия, межконфессионального и межнационального диалога на Северном Кавказе и в России в целом, сказал Рашид Тимрезов. Также в ходе совещания обсудили вопросы взаимодействия. «Считаю очень важной работу, которую проводит духовенство по патриотической работе с молодежью, укреплению духовно-нравственных ценностей, одинаково близких всем традиционным религиям, добра, милосердия, поддержки тех, кому нужна помощь», подчеркнул глава региона. Сегодня все внимание приковано к специальной военной операции «Творить добро и любить Родину» – мотивы добровольцев. Один из них, Марат Айбазов, он приехал в родные края в краткосрочный отпуск с территории боевых действий. Альбина Ламкова встретилась с патриотом страны. Отец, мать, дети. Есть за что бороться, есть за что. И вот эти мысли в трудную минуту подбадривают, скажем так, и отдельно стимулируют. Марат Айбазов-доброволец, его позывной «Сармат». Он выполняет поставленные руководством страны задачи в составе интернациональной бригады «Пятнашка» под командованием Ахрай-Авицба. Совсем недавно Марат был в эфире очередного выпуска авторской программы Павла Кукушкина. Рассказала об одном из штурмов. Блиндаж за блиндажом потихоньку укреплялись, зачищали, брали пленных, продвигались все глубь-глубь. И пацаны наши не подвели, все нормально. Сегодня бесстрашный доброволец в кругу семьи Марат говорит, что не смог остаться в стороне в сложное для России время. И отправился на специальную военную операцию в 2022 году. В начале он вводил гуманитарную помощь бойцам. Общаясь с людьми, понял, что он нужен ребятам на передовой. Кроме нас это никто не сделает. Это наша страна. Мы должны сейчас отстаивать. В современной истории мы должны найти место для этой страны. Какое место будет. И это зависит от нас. Это меня гложило изнутри, что я должен был там находиться. Вот так. Собрал вещи. Дома сказал, что я на работу. Просто там по своей профессии. Я раньше в МВД работал. На вопрос, почему в составе бригады пятнашка. Ответ прост. Особый дух батальона. А главное, своих не бросают. Для меня было важно, если даже со мной что-то случится, чтобы я вернулся домой. Чтобы похоронили меня дома. И пятнашка это единственное подразделение, которых ни одного человека на той стороне не осталось. В первые дни я зашел к командиру охраны, мы с ним познакомились. Мы с первых дней друг друга поняли. Сейчас Марат Айбазов дома. Его краткосрочный отпуск – радость для родных. Конечно же, семья и особенно дети все время в ожидании хороших новостей. И ждут возвращения домой. С большим удовольствием, как и в прежнее время, Марат играет с детьми. Они и не думают о том, что отец их вновь уедет. Спрашивают постоянно, где ты живешь, когда ты приедешь. Забери нас к себе. Думают, он на работе. Переживаем все равно, нервничаем. Каждый раз нам говорят, что он скоро вернется. Это слово уже скоро, скоро. Через месяц, через два. Первый раз, когда он уехал, он нас вообще обманул. Безусловно, сегодня тяжелее всего родным. Проводя время в разлуке, в ожидании любимого сына. Все, что им остается, это верить, ждать и молиться. И можно только восхищаться мужеством и терпением этих удивительных людей. Мама Марата, Фатима, говорит, что сын пошел по стопам родного дяди. Моего брата пошел. Да, он военный, генерал он у нас. Но вот он, наверное, по стопам его. С детства он любит. Сперва как-то было очень тяжело. Очень тяжело. Но это его выбор. Потом мы тоже осознали, кто будет защищать, если не они. Там же все такие ребята. Альбина Ламкова, Ренат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия. В рамках проекта Общероссийского народного фронта «Все для победы» очередная партия груза в виде питьевой воды отправилась в зону СВО. Ахмат Халкечев продолжит. На этот раз подбодрить боевой дух наших бойцов на передовой решили сотрудники Главного бюро медико-социальной экспертизы «Парачаево-Черкесия». Груз поддержки сформирован по запросу военнослужащих нашей 34-й мотострелковой бригады. Ребята просили воды. Мы знаем, что это в такую жару крайняя необходимость. Тем более на той территории, где нет доверия открытым водным источникам. Поэтому воду передаем периодически, регулярно, благодаря различным спонсорам. Сотрудники руководства Главного бюро медико-социальной экспертизы «Парачаево-Черкесия» с первых дней специальной военной операции занимают активную патрическую позицию. Груз поддержки для наших бойцов, находящихся на передовой, ведомство отправляет не в первый раз. Ранее медики бюро передали специальные технические средства, которые преодолели по запросу самих бойцов. Неоднократно мы проводим в таком формате, узнаем у Народного фронта, что именно нужно, организовываем сбор в нашем учреждении среди сотрудников и оказываем такую помощь. Наши сотрудники все поддерживают нашего руководителя. Мы считаем, что мы, когда будем едины, мы придем к победе нашей страны. Добровольцы убеждены, что теплосердец земляков, передаваемый на передовую таким образом, должно в очередной раз напомнить нашим бойцам, что в них верят и ждут со скорейшей победой домой. Ахмар Халкейщев, Виктория Карпенко, Вести Карачаева-Черкесия. Образовательные организации Карачаева-Черкесии проходят проверку готовности к новому учебному году. Оценку готовности уже прошли 300 государственных и муниципальных образовательных организаций, в частности, республиканские школы, детские сады, организации дополнительного и среднего профессионального образования. Все они получили разрешение начать работу с 1 сентября. В Черкесии проверяли общественные территории. Оценку безопасности детских и спортивных площадок, расположенных в парках региональной столицы, предстояло дать оценку представителям штаба общественной поддержки Карачаева-Черкесии, городских управлений образования и ЖКХ Думы Черкесии, а также аппарата, уполномоченного по правам ребенка в нашей республике. Члены рабочей группы посетили игровые зоны на аллеях по улице Даватора и в Покровском парке обратили внимание на поломки и недочеты, оставшиеся без внимания обслуживающих организаций. Акцент во время мониторинга делается на безопасность, отсутствие травмоопасных участков детских и спортивных площадок. Все они фиксируются. В дальнейшем все они будут собраны в один реестр и переданы организации, займающейся обслуживанием данных спортивных и детских площадок с предписанием и ходатайствами об устранении выявленных машин. Сегодня в Ставрополе открылось межрегиональное физкультурное мероприятие среди ветеранов специальной военной операции Кубок защитников Отечества, ЮФО и СКФО. Карачево-Черкесию на турнире представляет команда из семи ветеранов СВО. В преддверии спортивного состязания они прошли подготовку. Алихан Лепшоков подробнее. Занятие спортом для этих ребят – возможность отвлечься и войти в калию мирной жизни. Сейчас они готовятся принять участие в межрегиональном комплексном физкультурном мероприятии Кубок защитников Отечества. Для нас очень важно, чтобы наши ребята, которые были на СВО, могли адаптироваться и поэтому проведение таких спортивных состязаний позволят им проявить себя в спорте и набраться сил, отмечают представители регионального отделения Фонда защитников Отечества. Эти ребята – они наши герои, герои нашего времени, если так сказать. С их стороны они не теряются. Наш фонд помогает им вернуться в нормальное русло, в русло мирной жизни. Это удается за счет увлечения их в спорт. В частности, сейчас они готовятся к Кубку защитников Отечества. Нашу команду будут представлять командой из семи человек. Они будут соревноваться по шести дисциплинам. Это волейбол, сити – это основная дисциплина для всех участников команды. Кроме этого, настольный теннис, ангрестинг, пауэрлифтинг, жим лежа, вот я уже говорил, и пулевая стрельба, стрельба из лука. Ветеран СВО Андрей Руденко будет представлять Карачаево-Черкесию в таких спортивных дисциплинах, как настольный теннис, пулевая стрельба и волейбол. Несмотря на полученное ранение в зоне спецоперации, Андрей активно продолжает заниматься спортом. Несмотря на ту ситуацию, которая со мной произошла, спасибо вот этим людям, которые организовались, мы чувствуем себя, как говорится, настоящими людьми, которые не брошены в эту минуту, в эту ситуацию, как бы, ну реально помогают нам такими же оставаться, какими мы и были раньше. Тренировки идут активными темпами. Нам необходимо быть в хорошей физической форме не только для участия в соревнованиях, но и укреплять здоровье, отмечают ветераны СВО. Настрой боевой, вот, ну попробуем победить, а там как пойдет, главное, что не победа, а участие. Мне проще ходить после травмы, и удобнее стало, и общение, самое главное, и отвлекает от всего. Совсем скоро наши ребята примут участие в межрегиональном комплексном физкультурном мероприятии Кубок защитников Отечества, который пройдет 15 августа в Ставрополе. Альхан Эпшоков, Виктория Карпенко, Вести, Калячаева, Черкесия. Далее в нашей программе смотрите интервью директор Государственного русского театра драмы и комедии Хасана Биджиева. С ним встретилась Белла Джезаева. Субтитры создавал DimaTorzok